МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа со зворотами протягивается. Сегодня у Мазары провел прием помощник президента Юры Шулейко. Эпидситуация в норме. Узровень захворывания на острые респираторные инфекции ниже, чем в минулом году. Право на клопот и добрыню. Хоспис для живел открылся в Рогашевском районе. А зараз об этом и иншим больше подробно. УРАД повинен иметь планы реагования на любой максимальный выклик. Такое потребование, которое у них державы огучено на раде по работе энергокомплекса нашей страны. Президент закликает держать руку на пальце и не игноровать негативные тенденции в окол. Скажем, гандлевые конфликты, которые из-за взрослой регулярности возникают между державами-лидерами, и тактии иначе вплывают на Беларусь. Альбо, например, черговые разноголосия по энергетичных пытаниях с нашим наиближайшим партнером. И это не глядяши на взаимные обовязательства и гаранты. Але не глядяши на внешние факторы, Александр Лукашенко акцентую вагу экономичного блока. Важно забеспешить рост доходов беларусов. Ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себя последствия от всякого рода маневров наших партнеров. Еще раз публично, уже публично повторяю. Все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и обеспечить наши обязательства по контрактам на внешних рынках. То есть продажу нефтепродуктов в Европе, Украине, в других странах, где мы раньше их продавали. На парадку дня пропонувала Рада по пошуку альтернативных поставщиков энергоресурсов и надейных каналов их поставки. На Рада по работе энергокомплексу отбылась на передании перамо у лидеров Беларуси и России. Сустреча Александра Лукашенко и Владимира Путина запланована на завтра. Чекается президент и обнаркует у темлику нафтогазовые питания. На передо дни на особистом приеме старшине гомельского обл. ВКНКМа Геннадия Салауя гомельчане узняли питание неприемного паху по вождь с предприемством Гомельш-Палеры. В тот же день инициативная группа разом с представниками уладов, санитарных и экологичных службов наведало предприемство, на яким зараз запускают вытворшись шпалер на виниловой основе. Кировничество гомель-шпалер, заполнивая новая линия, будет отповедать усим нормативам, а за обескодживание выкидов будет отказывать сучасная газоочешальная плазмокаталитичная установка. Зараз проходят пусконаладочные работы. Как вядомо, у гомеля литерального центра города работают одно предприемство по выработке шпалер как на паперовой, так и на виниловой основе – Вимала. С экологичным боком вытворшись и тут проблемы не выявлялись. Выкиды обешкодживают иншим способом при допомозе печь и допаливании. Янать Соловей дорушил короткие термины поравнать эффективность обе двух технологий и зарабить в основы, которые допомогут наладить работу. Посетить эти два предприятия и сравнительную характеристику нам посмотреть. Мы изучим эту ситуацию. Я думаю, просто в течение пару дней мы разберемся. Сегодня Вималу наведали представники городских уладов – санитарных и экологичных службов. В ближайшие дни будут взроблены необходимые замеры на обо двух предприемствах. Сегодня здесь вместе со мной службы и санитарная служба, и экологическая служба, которые производят замеры выбросов на этом предприятии и выбросов на гомелябоях. Это даст нам почву для анализа, чтобы посмотреть и потом намечать вместе с руководством предприятия и гомелябоя, и этого предприятия Вимала пути дальнейшего совершенствования этой работы. Взробленные в основу лягут на стол до старшиня был выконкома Геннадия Соловья. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел сегодня у Мазыры прием грамадян. Некто не погаджался судовыми решениями, некто пропонувал унести дополнение в действие законодательства. За ходом особистого приема сошли наши корреспонденты. В списке тех, кто вырослась вернуться до помощника президента – Жихары Мазыра, Гомеля и Калинковича. Некаторых Юрий Шулейко уже ведая особиста, и они не одноразово приходили на прием. Незаусюды пытания можно вырошить одразу, необходный час, а то и унесение дополнения у законодательства. Один из таких выпадков был огучен и подчас этого приема. Некальки годов тому автомобили сбил пешехода, а каб не выплачивать компенсацию за нанесенные травмы, переехал у соседнюю краину. Зараз сумма выплат складает 38 тысяч рублей, але спагнать их не отрымливается. Пытание будет обовязково пропрацовано с отповедными выставами. Думаю, что если мы его сформулируем и доведем через наше управление юстицией, мы обратимся в Нижнюю палату для изучения данного направления. Может быть, там нужно вносить поправку. Каля ранее на особистых приемах больше цікавились о пытаниях, які закорнают интересы знашной колькости людей, доброупорадкование, осветление в улице, рамон дорог, то зараз гэтая тема никто не огучвал. Помощника президента просили изнизить термины покарания за незаконный оборот наркотиков и повысить пенсию. Але особливо шмат з ворот утичилось о пытанях землеупорадкования. Основная тематика вопросов земельных правоотношений в Мозырском районе связана с наличием земельных споров, с проблемами разделов земельных участков, а также долевой собственности. Поддельным вопросом у нас приняты конкретные решения суда. Вопросы, которые сегодня возникают, постоянно держатся на контроле в Мозырском райисполкоме. Разом с тем, не усе земельные пытания можно вырошить на районном узровне, особливо, коли я не тышатся спрэчок помеж суседями. Такие люди не реагуют навод на судовые постановы и потребуют прислухаться выключно до их думки. У некоторых выпадках подобные спрэчки протягиваются 10 годами, а колькость воротов до простонников органов улады постоянно повелишивается. Я вижу, даже по частоте приемов, которые они приезжают ко мне, к моим коллегам или те руководители, которые проводят неоднократные приемы, да, это действительно 10-й, 15-й, а то и 20-й раз, где настойчивое, даже истерическое состояние сегодня заявителя, решайте мои вопросы. Они давно решены уже в суде. Олег Синчеров, Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио и компания «Гомель» с Мазыра. У Гомельской области одновляется наполнение Днепр-Брагинского водосховиша. Такое решение принято у Гомельским облаконками. Я могу попереднейший усебаковый анализ ситуации на экологичном и экономичном узровнях. Выпробованием натрывалось для сельской господарки стал надзвышенный режим летнего надворья в минулым и позаминулым годах. Не раз были побиты самые высокие и низкие температурные рекорды. Разлитостная спякота и не бывало низкие для лета температура со шквалистым ветром и проливными дождями унесли серьезные коррективы у вынеки працы агрария. В области загинуло 4,5% посевов, 10-я частка пошкоджена. По доручению Рада сопротивники Института природокористания НАН в Беларуси пропрацовывают комплекс мер по ополявшению гидрологичной ситуации в Гомельской области. Улику пропонованных вариантов обводнение территорий, створение буйных водосховишев и выкористание разных миллиардационных систем в регионе может значительно полевшить ситуацию. Акумуляющие навыковые распроцовки и в опыт минулых годов, на Гомельшине вернулись до темы заполнения Днепра-Брагинского водосховиша, одного из буйнейших в Беларуси. В последний раз его наполняли в 2015 году. В последние годы засушливые уровни грунтовых вод упали приблизно на полтора-два метра, в том числе и на сушеных мелиорированных землях. В настоящее время в многих мегативных системах не имеется воды в каналах. Если мы пополним Днепр-Брагинское водохранилище, поднимется вокруг лежащих территорий уровня грунтовых вод, тем самым заполнятся бериативные каналы водой. И, конечно, мы получим это создаст нормальные, благоприятные условия водно-воздушного режима в насушенных землях и мы получим прибавку урожайности. Финансование проекта продуглежено в рамках подпрограммы захования и выкористания миллиардационных земель Державной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. Додатково будут знайденные сродки с областного бюджета. Вогуле пытание развития сельской господарки и потребление миллиардационных систем пропрацовывается в комплексе во взаимоденне всех отказных службах и ведомствах. Тема на особливом контроле старшине Гомельского обл. Ваконкама Енадия Соловья. Протягиваем выпуск. Звышально на эту пару года приходится сезонный эпидемичный уздым захворывания на острые респираторные вирусные инфекции. Однако все лета и на дворье и проведена в 2019 годе вакцина-профилактика значно поплывали на ситуацию. Зараз узровень захворывания на территории Гомельской области на 17% ниже, чем аналогичный период минулого года. Уздым не означается. По часу кампании по вакцинации при шепке супрать гриппу зарабили каля 570 тысяч человек. Это прикладно 40% от огульной колькости насильництва в области. Медики означают, что профилактика на таком узровне необходим минимум для формирования коллективного иммунитета, который не даст распахсюдиться гриппу. Однако расслабляться не льго, как засеркавшись обе и всех, кто окружает, нужно притремливаться правилам респираторного этикету и особистой гигиены. Стараться позбегать месту массового знаходжения людей, больше часу проводить на свежем поветре, заховывать полноценные рационы и додать физичную активность. В Рогашевском районе открылся хоспис для живел. У каждого из его годованцев своя история и в большинстве выпадков нерадостная. Переломы, обморожение, слепота или просто старость зарабили четвероногих никому и непотребными. Про то, как хлопот объехал справа у всего життя в материале моих коллег. Это наш малыш Вольт. Его нашли чуть больше месяца назад умирающим на трассе по дороге на Чечерск. Сченок был истощен до такой степени, что практически не мог двигаться, лапы провисали. То есть, по сути, умирал. Ранее у всех обездоленных собак Марина Ступинская приносила у свой приватный дом. А коли стало тесно, задумалась об просторном помешканне. Таким стал старый будинок школы в Весце Высокая. Участок о малых гектар женщина купила за уластные гроши. По сути, через пару лет я планирую здесь жить непосредственно. То есть, когда сделается ремонт, проведется свет и я сюда перееду. На участку огороджены вольеры и интернат у выгляде дощаной адрыны, в яким живут собаки. Особенно покой для живел-спинальников. Для кошек так само сделаны спальные места и зоны для ежи. Ахатка обагрывается печу. Шмак часу займают медицинские процедуры. Марина по профессии ветфельшер. Таму самостоинно може опрацовать раны, зарабить перевязку и уколы. Распарадок дня у прытылку жорстки. Госпады нередко отримовывается поспать до шастих годин. Зранецы треба подрыхтовать снятанок для усих годованцев. На угол на ежу тратится шмак грошей. годованцев. Сразу мы просто ходили помогали, потом уже привыкли к собакам, они к нам тоже, мы начали кормить их. Марина упевненная, на смену дзеючим методикам по обыходжению с живелами повинна пройти система приватных притулков, калеголовная мета, не очистка улиц от бездомных четвероногих, а их утримание и помогчимости пошук новых господаров. Для многих из моих животных, которые живут здесь, это единственный шанс на жизнь, единственный, потому что их никто не возьмет. И я, конечно, устала хоронить умерших старичков, их у меня уже умерло много, и сейчас есть такой один, который, я понимаю, что он скоро уйдет, но все-таки я радуюсь тому, что он живет, что он каждый день ходит, виляет хвостом, лижет мне руки. На хвирование у хати для кота поменяли в окна и провели в аду. Весной тут почнуть будовать додатковые вольеры, усталивать плод и сделать ремонт в помешканиях. Позднее у хосписа появится ветеринарный кабинет и стационарное отделение для тяжких хворых живел. Опыт на послуги есть. Просьбы забрать годованцев хоспис поступают каждый день. Ганна Коральчук, телерадио компания Гомель Заргачевского района. Традиции стародавнего ткацтва отражают в Мастрыхе в весы Неглюбка Ветковского района. В Мясовом Доме культуры працует гурток ткацтва «Ниток». Тут наушается больше 20 детей. Познайомиться с текстильными традициями на Ветковщину проезжают гости из всей Беларуси и Замерша. У центра ткацтва побывала Вероника Гамзюкова. Богат разнастаянность техник ткацтва и вышелки. Складанная полихромия десятки геометричных и рослинных орнаментов. Беларусские ручники соправды культурный сдобыток. Технологии их выработ имели свои региональные особливости и бирожливо передавались из поколения в поколение. Неглюбская традиция уникальная в своем роде. Майстры выкористовывают всего триколеры. Белый увособляет духовную частенью. Червоный богатый молодость. Черный символизует землю. Узоры не осуть по этому направлению. А затем працавала на мясцовой ткацкой фабрице. Сегодня передает сокрыты ткацтва своим вучням. Иногда больше мальчики интересуются. Иногда больше девочки. Но усидчивости больше у мальчиков все-таки. Потому что из поколения веков ткач это была мужская работа. Потому что надо было забивать сильно, чтобы полотно ткать. Сила большая надо ткали мужики. Двуходнольковых код добра небы молитва на тканине. Страла, крывули, круча. Гэтые знаки сопроводжали человека от первого до опошнего дня життя. Татьяна каже, что значение многих знаков она и ее коллеги по мастатстве не ведают. Выбирают ткать, что сподобаются. Головное ткать с любовью, укладывающей душу. Ручник должен подобаться самому мальчику. Только в этом случае он сможет оховывать господара. Раньше говорили, что старые люди подбирали ручники. Я не знаю, знали они узоры это или нет. Говорили, сейчас нам в музее рассказывают, что это были узоры, например, на свадебные, на похороны. Я, например, не вникаю в эту глубину. Я отку все узоры от души. Понравился узор? Я отку. Иногда вроде начинаешь ткать, узор ну так, ничего. К концу ты уже не можешь его доткать, потому что он тебе не нравится. Уже все. Ручник, можно сказать, испорчен. У них любку на майстер-классы запрашают в любой час года. Тут же в жнию не проводится, что годовое свято ткатство кросинцы. На им все ожидающие смогут познайомиться с традиционным ромяством и культурой этого мястечка. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания Гомель Зветковского района. Эти инши новинные информации о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершены. Всего доброго и до встречи в эфире. Де факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. 16-летняя девушка пострадала накануне в Гомеле на пешеходном переходе. 25-летний водитель на форде не пропустил ее, когда школьница шла по зебре. Наезд произошел на улице 8-я Нагородняя. Водитель не обратил внимания на остановившееся транспортное средство на левой полосе. Продолжил движение по правой и сбил пешехода. Пострадавшую госпитализировали. Гайя обращается к водителям с просьбой проявлять на зебре повышенное внимание. Следователи дают правовую оценку действиям пассажира, который накануне напал на таксиста в Реческом районе. Около трех часов ночи в райцентре к водителю службы извоза подошел мужчина и попросил отвезти его к матери в деревню. Сказал, что по прибытию возьмет у нее деньги и рассчитается за услугу. Но все стало складываться иначе. По приезду водитель проехал весь населенный пункт, но пассажир так и не сказал где остановиться. В итоге таксист заглушил двигатель за деревней. Вот фотография задержанного мужчины. Он напал на водителя сразу после того, как тот остановил машину и накинул на шею таксисту удавку. Но тот сумел отбиться. Взял ключ от авто и вышел из салона. Нападавший потребовал отдать ему ключи, но мужчина начал звонить в милицию. Тогда пассажир убежал. Утром пассажира по приметам задержали на автодороге Речицкого района. Им оказался 46-летний мужчина без определенного места жительства. Его доставили в отдел органов внутренних дел. В настоящее время следователями Речицкого Роск дается правовая оценка его действия. Полторы тонны спирта вывели из нелегального оборота сотрудники АБП и милиционеры из Калинковического РУВД. На автодороге Р-35 они остановили автомобиль Volkswagen При обыске лесного массива неподалеку от места остановки автофургона правоохранители обнаружили еще 96 канистр и две по месту жительства водителя. Результат рейда 1500 литров спиртосодержащей жидкости, которые нарушитель перевозил без документов. Начат административный процесс. По фактам нелегальных перевозок Калинковичи на этой неделе фигурировали дважды. На днях сотрудники ДПС остановили там легковой автомобиль и водитель которого вез пять сумок сигарет. Три в багажнике, две в салоне. Всего инспекторами было обнаружено около 7 тысяч пачек табачных изделий. Каких-либо сопроводительных документов у водителя при себе не было. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня в Гомельском дворце легкоатлетики стартовали чемпионаты первенства Беларуси по легкоатлетическим многоборьям в помещении. За победу боятся сильнейшие юноши, юниоры и лидеры национальной команды. Всего около 130 человек. Чемпионами станут те, кто за два дня наберет большее количество очков в пяти дисциплинах для женщин и семи для мужчин. Спортсмены будут выступать в беге с барьерами, в прыжках в длину и высоту, в толкании ядра и беге на 60 и 80 метров. Главный старт для легкоатлетов в 2020 году естественно Олимпийские игры в Токио. Сегодня спортсмены продолжают бороться за лицензии. В чемпионате страны примет участие серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Десятиборье, серебряный призер двух чемпионатов мира, чемпион Европы в Десятиборье и Семиборье Андрей Кравченко. Когда мы говорим о многоборье, в первую очередь наверное у всех ассоциация с Андреем Кравченко, который скажем попал в непростую ситуацию. Хочется верить, что он отберется на Олимпийские игры и вот сейчас выступая покажет себя ну скажем достойно. Есть спортсмены, которые могут очень удивить вот и конечно на многоборье мы тоже рассчитываем. Напомню, в субботу и в воскресенье в Гомеле пройдет открытый кубок Беларуси в помещении. На него съедутся более 200 легкоатлетов со всей страны. Мужской гонбольный Гомель на выезде проиграл столичным УСКА. Подопечник Сергея Цыганкова не смогли навязать армейцам борьбу. Хозяева паркета уверенно взяли вверх 31-21. Самый результативный в составе Гомельчан Андрей Климавец 8 голов. В турнирной таблице Гомель находится на последнем шестом месте. Футбольный клуб Гомель объявил о подписании новичков. Состав зелено-белых пополнил Дмитрий Коплунов. 25-летний игрок минувший сезон провел в составе Микошевичского Гранита. В 28 матчах отличился двумя забитыми мячами. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона. 21-летний форвард в минувшем сезоне защищал цвета Бобруйской Белшины, за которую провел 15 матчей и забил один гол. Первый профессиональный контракт в карьере с Гомелем подписал Дмитрий Денисенко. Два сезона защитник выступал за Гомель-2 и забил два мяча. Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на два года. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Продолжение следует...